Во Владивостоке в школе номер 51 специалисты фонда УМКО провели урок добра. Школьникам рассказали об ответственном отношении к братьям нашим меньшим и о том, как люди могут помочь животным, оказавшимся на улице. Пока они маленькие, пока они еще впитывают всю эту информацию. И зачастую потом взрослые делают ошибки только потому, что они не знают. И если им еще с детства что-то рассказывать, тогда возможно всего этого безответственного будет намного меньше во взрослой жизни. Мы доносим до детей, что такое домашнее бездомное животное, как бездомное животное появляется на улице, какие причины есть, как с этим бороться, в зависимости от возраста, естественно. То есть рассказывать первоклассникам про стерилизацию нет смысла. Затем мы рассказываем, как ухаживать, как правильно кормить, как правильно гулять, тем, кто немножко тоже постарше. Рассказываем, что существуют волонтеры, кто это такие, как они объединяются в организации, как они спасают животных. На урок добра Екатерина Кириллова ходит не одна. Айма сопровождает свою хозяйку на всех уроках не только в качестве спутницы, но и помощницы. Собака хорошо относится к детям, с удовольствием дает себя гладить, обнимать и фотографировать. За несколько лет специалисты умки провели около 300 таких уроков в школах. При этом некоторые учебные заведения волонтеры посещали уже несколько раз. На самом деле мы не охватили еще даже все школы и все классы. То есть не провели еще даже ни по одному уроку добра, чтобы каждый класс, каждая школа. Такого еще не дошли до этого. Но уже иногда, приходя в одну и ту же школу на протяжении некоторого времени, когда нас каждый год туда зовут, мы задаем вопросы ребятам, вот они были в первом классе, мы задаем вопросы уже во втором, в третьем классе, и они помнят и правильно отвечают. Мы, конечно, очень надеемся, что хоть что-то из того, что мы сказали, останется у них, и они понесут это уже во взрослую жизнь. Это живое существо, и на улице животные, которые привыкли к дому, они, вряд ли, смогут прожить какое-то долгое время. Животные, у них есть тоже чувства, и в любой момент они привыкнут к тебе, и после того, как ты их выбросишь, просто они могут умереть от того, что у них нету, им нужна еда, потому что они не могут прожить. Напомним, администрация Владивостока более года реализует проект «Животные города В», цель которого не только пропаганда ответственного отношения к животным, но и помощь бездомным питомцам в поиске любящей семьи. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новость на Восьмом.